Привет, друзья! Это видео будет в шутливой форме. Я никому не хотел оскорбить, никому не хотел причинить вреда. Однако же будет обсуждаться очень щекотливая тема, поэтому если вам меньше 18 лет, я бы все-таки вам не рекомендовал к просмотру этого видео. Поехали! Привет, друзья! Сегодня мы не будем говорить об иммиграции в Австралию. Сегодня мы поговорим о другой теме, так называемой автоп. У меня просто хорошее настроение, и тем, кто будет смотреть это видео, я прошу, не воспринимайте все всерьез. И тема, о которой мы будем сегодня говорить, это однополые браки, в частности в Австралии, потому что в Австралии эта тема сейчас очень животрепещущая, и сейчас даже выставлено голосование, и граждане Австралии решают, в общем-то, официально разрешить однополые браки или не разрешить. Мое мнение на это то, что и так люди жили в де-факто отношениях и могли перевозить партнера одного пола в Австралию, к примеру, на визы. То есть я миграционный агент, я знаю, как это работает. Но однако же люди хотят просто-таки узаконить, чтобы это называлось женитьба и так далее и тому подобное. И некоторые наши австралийские блогеры, в данном случае Игорь из Австралии, говорят, что вот такие Австралии не такая, как нам кажется, и в Австралии есть разложение так называемое общество, и фактически нетрадиционные ориентации. Люди бегают за другими людьми, внушают что-то им и так далее и тому подобное. И очень часто можно видеть, что Игорь в своих социальных сетях постоянно размещает различные картинки, фотографии с тем, что вот видите, смотрите, какая в Австралии существует пропаганда, смотрите, куда скатилось австралийское общество. И я, в принципе, понимаю, что эта тема Игоря в какой-то мере волнует. Я же считаю, что это все выдумано, я считаю, что нужно оставить людей в покое, каким бы они ни были. Может быть, они не такие и родились, это все идет, может быть, и от приматов, и от, посмотрите, Римская империя, посмотрите, Древняя Греция и так далее. И все-таки, если вы едете в Австралию, то вы должны понимать, что эти люди, возможно, будут встречаться вам на улице, и это нормально. Дайте, вы хотите себе жить, дайте, как бы, жить другим. Вас будут окружать много индусов, азиатов и так далее. То есть, будьте терпимы к другим, это мой вам совет. Но, однако же, возвращаясь к смешному в этом видео, Игорь считает, что все это идет из западного мира, и западное общество разлагается и так далее. Меня просто сегодня как-то заперло на эту тему, извините за мой, русский, и я хотел с Игорем это все обсудить. Но как-то он не захотел со мной это обсудить, и, Игорь, а может быть, это теория Загорова, и это все пошло не из Австралии, не из западного общества. Может быть, это идет как раз-таки из России, а потом это просачивается в западный мир. И я нашел кое-какие доказательства этому, я сейчас вам их покажу. Ну, казалось бы, мы говорим то, что в Австралии вот есть такие туалеты, которые называются Юнисекс, которые могут пользоваться и мужчины, и женщины, и инвалиды, и мамы с детьми и так далее. И это кажется кому-то странным. Вот Игорь измечает свое негодование, здесь у него еще одно негодование, здесь у него еще одно негодование, здесь иммигранты в Лондоне и так далее. Но, может быть, это реально все шло из России. И я Игорь представил свои доказательства в очень шутливой форме, я действительно считаю, что нужно оставить всяких людей в покое, хотеть, чтобы вам дали жизнь и дайте жизнь другим. Но, однако же, с точки зрения шутки, смотрите, 98-й год, и Игорь как-то не хочет это наблюдать. Ну, казалось бы, если он считает, что в Австралии дошло до вот этого в 2017 году, ну, посмотрите, Россия, 98-й год. И, казалось бы, обычное дело для России было. Смотрю, такой певец называется Шура. Ну, что это такое? Ну, просто я даже не знаю, ребят, ну, серьезно, стоит человек, выбитые зубы, шапка-ушанка одета, пальто, в трусах, ему вручают золотой гармофон в этих ботфортах на высокой подошве. Поет песню, и люди хлопают, и популярность Шуры, в общем-то, была очень большая в 90-х годах. Так, Игорь, все-таки какая же пропаганда? Ты говоришь, что в Австралии пропаганда есть, да? Ну, вот, 98-й год, вот пропаганда. Все люди смотрели, все люди были молодыми в то время, не знаю, мне было 8 лет. Для меня это был стресс, возможно, когда я это смотрел. И для других тоже. Но, однако же, люди это воспринимали. Идем дальше. Игорь говорит, что из Европы к нам идет очень много негатива и вот это разложение ценностей. А как же Верка Сердючка, которая была еще задолго до Кончиты Вурст, когда Кончита Вурст еще была маленькой и ходила пешком в детском саду, наверное, под стол. В начале 90-х Верка Сердючка, точнее, в 93-м году просто выплюснулась на российскую сцену и все ее узнали. Вот, к примеру, один из клипов. Ну, не знаю, трансгендер или что это такое, как это можно назвать? А-а-а! Даже Верка Сердючка пропела «Шеня Мерла Украина», казалось бы. Ну, не знаю, творчество есть творчество. Ну, вот, казалось бы, а вы говорите о Кончити Вурст. Вот, пожалуйста, Верка Сердючка на нашем постсоветском пространстве. Идем дальше. Вы говорите, есть президент, Игорь говорит, есть президент Франции, Эммануэль Макрон, его такая очень, скажем, возрастная жена и так далее. Многие люди, я, конечно, так не называю, но многие люди могли бы сказать, о, точно, какой-то инцест, казалось бы, да? Ну, пожалуйста, российская сцена. Пример для всех в России. И это уже тоже давно, не один год и не два, а уже как минимум лет 15, да? И все это нормально в России воспринимают, но как-то об этом не говорят. Ну, пусть люди живут, счастливы, да и пожалуйста. Ну, вот это что такое? Ну, серьезно, Игорь, ну что это такое? Как ты это назовешь? Если ты кричишь, что в Австралию очень страшно, не едьте в Австралию, не эмигрируйте в Австралию. Как ты назовешь вот это? Это разложение ценностей или неразложение? Вот как ты считаешь? Ну, Эммануэль Макрон, наверное, еще точно ходил в университет и не думал даже о женибе. Пожалуйста, это 2008 года, ну, как мы знаем, Максим Галкин с Аллой Пугачевым уже как минимум лет 15 вместе, да? И все их знают, они так или иначе показывают пример всему российскому обществу. И ты называешь это пропагандой, ну, не знаю, австралийской, да? Ну, а пожалуйста, российская, можно назвать это пропагандой? Идем дальше. Ну, Борис и Моисея вообще все знают. И он вообще с начала 2000-х, я даже не знаю, это страшно даже, конечно, смотреть, наверное. Но, не знаю, если вам 18 лет нет, ну, вы не смотрите, ну, я просто включу, ну, как бы, Игорь, ну, в Австралии-то понятно, а вот это-то что? Ну, Игорь, пожалуйста, из Австралии, ответь, я не знаю, не знаю, что это такое. Сейчас загрузится. Ну, вот тут что это такое, ну, серьезно. Такнет любовь и будет она чистой, потому что грязной любви порока. Борис и Моисея, дитя порока. Боле рожденную в неволе моих эротических снов. Ну, что это такое, Игорь, а ты говоришь про Австралию. Ну, ладно, казалось бы, может быть, в Европе вот этого нет. Скандал был с Андреем Паниным недавно, который чуть ли что-то не делал с собакой. Так это к нам, Игорь, из Европы пришло или еще до Европы не дошло? Вот это что такое? Обнаженный артист лежит на кровати с раздетой женщиной. Рядом собака. И то, что Алексей Панин с ней делает, показывать нельзя. Ну, казалось бы, и реально вот такие вот вопросы. Вот мы видим всех этих людей. И, ну, что это? Это еще даже из 90-х, начало 90-х эти люди были на российской сцене, давали там какую-то, не знаю, ты можешь сказать, пропаганду и так далее. Ну, это во всем есть в мире. Поэтому я не думаю, что нужно кричать ай-ай-ай там по 5-6 раз в неделю, что происходит в Австралии, что в Австралии пропаганда. Посмотрите, что происходит в России. Посмотрите, что происходит на постсоветском пространстве. И я просто повторю свою мысль. Что нужно, нужно, просто нужно дать жить другим. Если вы хотите, чтобы дали жизнь вам. Кто-то хочет плыть под парусом. Кто-то хочет строить семью из 10 детей. Кто-то хочет эмигрировать. Кто-то хочет строить карьеру. Кто-то не такой ориентации там и так далее. Ребята, дайте жизнь другим. Серьезно. А в Австралии такого, что рассказывает Игорь, на мой взгляд, нет. Какой-то прям оголтелой пропаганды. Но, может быть, даже сейчас есть, потому что хотят все-таки поддержать этот закон и так далее. Может быть, сейчас, да. Но за мои 4 с лишним года жизни в Австралии такой оголтелой пропаганды, я реально не заметил. Не знаю. Я обращаюсь и к водителю в Австралии, и к Эдуарду. Я думаю, что он может подтвердить, я проверю. Есть ли какая-то пропаганда. Вадим даже небезызвестный в своих видео показывал, что все нормально, можно и семьями жить им и так далее. К Александру Петрову, к Андрею, Sydney Online. Ребята, не будьте безучастны. Серьезно. Расскажите, есть пропаганда или нет. Как я думаю, что в Австралии ее нет. Как Игорь утверждает. Я считаю, что, может быть, реально теория загора из России она идет. Ну вот, пожалуйста, опять же, Шура, Верка Сердючко, и Алла Пугачева, и Борис Моисеев, и Андрей Панинс со скандальным видео. Ребят, ну серьезно. Поэтому, если вам понравилось это видео, если вы хотите иммигрейдировать в Австралию, если вы не боитесь, не важно, что другие люди вам говорят и пытаетесь устрашиться, не бойтесь приезжать в Австралию. Это нормальная страна, где вы можете наслаждаться своей жизнью. Если вам понравилось это видео, поставьте классы, лайки, посмеялись вы, надеюсь, от души, а также подписывайтесь на мой канал. Дальше будут видео также об Австралии, об иммиграции в Австралию. Я надеюсь, вам это субботнее видео подняло настроение. Ну, а Игорь, пожалуйста, не воспринимай все серьезно. Просто у меня хорошее настроение, и мне просто захотелось этим совсем поделиться своими такими находками. Ладно, ребята, в следующем видео мы поговорим о серьезных делах. А пока, пока.